В российской исторической науке так уж сложилось, что о позорных и неприглядных страницах собственной истории принято говорить вскользь, либо на этот счет вообще хранить абсолютное молчание. Поэтому граждане РФ в массе своей редко осведомлены о поражениях своего государства и находятся в абсолютном неведении о реальном местоположении России на исторической карте мира во временной перспективе. До чего греха таить? Россияне и сегодняшний момент истории Российской Федерации оценивают только лишь как полный побед особый русский путь. А если выйти на улицы Москвы и спросить, какая историческая личность является самой неудобной для российской истории, то имени, которое я сейчас назову, никто не произнесет, потому что имя это для России табу. И это ни швед, ни немец, ни француз, ни монгол и ни поляк. Ну а кто же? Правильно, украинец. А именно, украинский полководец и политический деятель. Гетман реестрового казачества. Кашевой атаман Запорожской Сечи. Петр Сагайдачный. Человек с безупречной репутацией, историю о котором невозможно переписать. Одним из важных и ключевых моментов биографии Сагайдачного стал поход на Московию и принуждение Москвы к миру в 1618 году. Тогда Москва оказалась на коленях перед украинским гетманом. И создается впечатление, что встает она с колен до сих пор. Московиты вынуждены были заключить мир на чрезвычайно невыгодных для себя условиях. Именно этот неудобный факт побудил русских и советских историков замалчивать имя Гетмана Сагайдачного, специально отводя этой исторической фигуре второстепенную роль. А иначе бы скрепы громко затрещали от одной только мысли о том, что запорожские казаки разгуливали по московскому Кремлю в статусе победителей. Кем был гетман Петр Сагайдачный и в чем его заслуги перед Украиной? В давние неспокойные времена для противостояния нашествиям чужеземцев нужна была организованная четко вышкаленная военная сила. Уникальный талант Петра Сагайдачного позволил ему разработать стратегию против набегов татарских орд и турецких войск. И благодаря этому запорожцы начали свои успешные сухопутные и морские походы, в числе которых захват Варны, захват Перекопской крепости, нападение на турецкие города Измаил, Килию и Белгород, уничтожение Стамбульских гаваней, победа над турецким флотом, захват Кафы, ныне Феодосия, крупнейшего невольничьего рынка и освобождение тысяч людей из турецкой неволи, а также уничтожение гарнизона турок и большой эскадры. Позже захват турецкой столицы, а также принуждение Москве к миру. В то время Московское царство переживало тяжелые времена. Практически еще не кончилось так называемое «смутное время». Длилась Московско-Польская война. Продолжалась борьба за московский престол. Король Речи Посполитой Сигизмунд III надеялся с помощью военной силы посадить на него своего сына Владислава. Королевич со своим войском приближался к Москве, однако сил ему не хватало. Тогда Сигизмунд III обратился за помощью к войску Запорожскому. После переговоров украинское командование под руководством гетмана Петра Сагайдачного разработало план предстоящего похода. Сагайдачный отправился на помощь королевичу Владиславу с 20-тысячным казацким войском. Он рейдом прошел через Сиверщину, Елец, Шацк, Коломну и другие московицкие города и взял их. А под Москвой объединился с Владиславом. Здесь необходимо небольшое пояснение для части современных зрителей, которые могут воскликнуть. Как же так? Неужели младшие братья-украинцы направились войной на Русь-матушку? Итак, Русь была в те времена так же, как и есть сегодня, только одна. И она киевская. Россией. Московию назвали только через 100 лет после похода гетмана. Украинцы в 17 веке еще не знали, что московиты, эти финно-татара-угры, в будущем будут упорно лезть к украинцам со всяческим родством и братством. И, наконец, самое главное. В 1618 году оставался еще не один десяток лет до официального свержения так называемого татаро-монгольского ига. То есть Московия тех лет, по сути, и была той самой золотой ордой, которая устраивала набеги на украинские земли. То есть все очень просто. Московия была, но и до сих пор есть, агрессивным вражеским государством, которое Гетман Сагайдачный вместе с поляками умело поставили на место. 11 октября 1618 года войско королевича Владислава и запорожские казаки Петра Сагайдачного начали наступление на Москву. Нападавшие смогли ворваться в город со стороны Арбатских ворот, однако не стали продвигаться далее. Польская шляхта не собиралась биться насмерть. Они пришли показать силу и договориться о мире на своих условиях. Однако Сагайдачного это не останавливало. Отдельные отряды запорожцев продолжали атаковать московские города к северу и северо-западу от Москвы, разоряя Ярославские и Вологодские уезды, тем самым подрывая экономические ресурсы Москвы. В конце октября Сагайдачный направил 8-тысячное войско к югу от Москвы на прилегающие к левому берегу Оки земли. Основной целью этого рейда было взятие Калуги, стратегически важного города с хорошо укрепленной крепостью. Вследствие успешных военных действий казачества под предводительством Гетмана Сагайдачного, Московия вынуждена была сдаться на милость победителей. И 1 декабря 1618 года заключить Диулинское перемирие с Речью Посполитой, после которого Московия теряла Смоленск, Чернигов, Новгород-Северский и еще 29 городов. Гетман Сагайдачный поставил Москву на колени и обезопасил Украину на многие годы от набегов московских орд. В общем, в течение трехмесячного похода казаки преодолели более 1200 километров. По возвращении в Украину войско Сагайдачного стало на постой в Киевском воеводстве, а гетманский полк в самом Киеве. За свое участие в московском походе запорожцы получили щедрое денежное вознаграждение. По прибытии в Киев Петр Сагайдачный принял титул Гетмана Украины и стал управлять той ее частью, которая признавала себя казацкой. Ну а рецепт победы Гетмана Сагайдачного над Московией очень прост и универсален. Нужно быть украинцем и иметь правильных союзников. Слава Украине! Субтитры подогнал «Симон»!